Творчество Димаша, его целеустремлённость, харизматичная личность, внешний вид, внутреннее содержание, язык эмоций сверкают как многочисленные грани идеального бриллианта. И чем глубже мы стремимся расшифровать его талант, понять силу и язык эмоций, тем больше открываем непознанного в себе. Удивительная метамофоза. Великолепное преображение. С вами Рита Желтовская. И прежде чем погрузиться в язык эмоций Димаша, мне хочется высказать своё личное представление, как я понимаю эмоции с позиции личности Димаша. Мистика слова «харизма», признаваемая многими как нечто пришедшее извне, на самом деле отражает постоянное совершенствование собственной личности человека. В Димаше мы отмечаем харизматичность в реализации его как личности, непринуждённо представляющим себя лидером, за которым хочется следовать, подражать, впитывать его мотивацию действиям, следовать его идеологии. Все эти качества харизматизма ярко прорывляются в эмоциях Димаша. Нам понятен каждый всплеск его руки, его настроение. Мы видим себя более совершенными, чем мы есть, так как проживаем с ним и свои эмоции, облагораживающие наше существо. И как становится легко, когда мы расшифровываем свои огрубевшие эмоции и делаемся чище. Эмоции – это особый вид психологических состояний человека. Они проявляются в виде переживаний, ощущений, настроения, чувств. Димаш в выступлениях на сцене демонстрирует нам эмоционально окрашенный язык с «я» сообщениями. Он как бы приглашает нас к эмоциональному сотворчеству, заглянуть в своё подсознание, научиться управлять своими чувствами, научиться видеть чувства других людей. Проще научиться сопереживать. Возможно ли наша жизнь без эмоций? Это всё равно, что суп без соли. Скучные и потухшие лица, лишённые улыбки, с опущенными уголками губ, говорят нам об отсутствии позитивного настроя, низкой жизненной энергии. И как приятно смотреть на лица, живые, окрашенные разными эмоциями. И мы, как следопыты, стремимся по ним прочитать настроение человека. Позитивная сила эмоций в выступлениях Димаша дала возможность раскрепоститься и нашим с вами эмоциям. Скольким людям Димаш дал возможность выразить свои эмоции, восторг, восхищение, возможность поделиться бескорыстной любовью, выплеснуть её по-детски непосредственно. Талант Димаша ярко выражается в палитре красок эмоций. Он, как искусственный жонглёр, меняет краски эмоций, маски выражений лица, рук, тела. И всё это работает на выражение внутреннего переживания, размышления, восторга, радости, неповторимое совершенство. Димаш своим голосом и артистизмом затрагивает самые чистые струны наших эмоций. Даже если песня грустная, то это светлая грусть. Вряд ли кому получится приблизиться к его умению так правдоподобно проживать на сцене каждую песню. Нести в ней свою красоту вокала, свои переживания и эмоции, свой настрой и глубину чувств. Быть понятым залу в несколько десятков тысяч зрителей и слушателей. Язык эмоций Димаша понятен любой аудитории. Он живёт в искусстве ярко, празднично, очень правдоподобно, чтобы донести до каждого слушателя эмоцию и переживание, рвущуюся из его души. Каждый звук, каждая нота пропитана звуками импровизации. Он весь живёт в музыке. Он ею наполнен всегда. Чем же интересен язык эмоций у Димаша? Димаш проживает свои песни всегда очень образно, окрашивая эмоциями те чувства, которые в нём возникают, которые требует сама песня. И всегда становится понятно содержание песен даже без перевода, что говорит об универсальности языка эмоций. У Димаша нет повторений эмоциональной окраски. Так он чувствует гармонию музыки, и она передаёт ему свой секрет. Высказывание канта, музыка – это язык эмоций. В своих песнях Димаш старается избрать ту эмоцию, которая очень близко соответствует музыкальному сопровождению, языку мелодии, его переживания. Даже настрой на песню, на выступление у него эмоционально красив. Он собирает себя внутренне, предельно становится отстранённым и сосредоточенным, спеша наполнить содержанием эмоций то произведение, которое исполняет. И это очень значимо для содержания той песни, которую он поёт. Потому они и остаются в нашей памяти, потому что озвучены от сердца. В нём всё гармонично, и он сам в гармонии с собой и с миром. Потому его эмоции так сильны, естественны и многозначны. Чего стоят его эмоции на многотысячный хор, подпевающих на казахском языке песни Махаббат Бермагар в Америке? Это невысказанная словами благодарность и восторг души, покорившие весь мир своим творчеством. Похоже, Димаш даже прослезился. И это понятно. На языке его родины уже поют во многих странах. Это ли не победа? Сколько красивых слов и пожеланий, восторга и любви стремятся передать Димашу люди всех континентов. Пусть и наши пожелания будут только добрыми и светлыми. С вами была Рита Желтовская. Поделитесь своими чувствами, пережитыми под воздействием языка эмоций Димаша. Что нового вы узнали о себе? Всего вам доброго и до новых встреч!